Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 844. Событие дня. Псалом 40, 12 стих. «И с того узнаешь, что ты благоволишь ко мне, если враг мой не восторжествует надо мною, а меня сохранишь в целости моей и поставишь перед лицом твоим навеки». За 6 апреля 2018 года. А сегодня 7-е Благовещение. Валентина Сартисон, мир всем! Не стоит пренебрегать обсуждением темы предательства мужей и жен в настоящее время. Это очень больная тема для многих, и просто так от нее не отмахнешься. Для тех, кто это не пережил, этот вопрос становится назойливым. В Новосиарахове 25, 15-23 сказано «Можно перенести всякую рану, только не рану сердечную». И далее по тексту. «Я останавливаюсь на том, что насколько непереносима рана сердечная в сравнении с другими ранами. Поэтому для тех, кто это не перенес, не понять до конца. И слава Богу, пусть никогда этого не узнают». Просчитайте дальше по тексту. Виталий Калинико. «Ох, как вы в точку, Валентина! Спаси Христос!» Иван Шведов. «Смотрю ваши ролики. Некоторые, которые не мог понять, пересматриваю. Глубже понимаю сказанное. Каково ваше мнение о священнике Алексея Мороз?» Игнатий Лапкин. «Не встречался. А то, что видел, положительное». Андрей Александров. «Мир вам, Игнатий Тихонович! В Ютубе сегодня нашёл этого молодого апологета Пётр Пашков. Ну и показывает ролик. Интересно узнать ваше мнение о нём. И, конечно, что вы скажете касательно содержания беседы. От себя хочу добавить. Вам бы такого, в ученики!» Вот, видите, спрашивает один об Алексея Морозе. Ну, там взрослый священник. А теперь Андрей Александров. Я ему отвечаю. «Слышал этого юношу не раз и в разных местах. Не встречался лично. Первое впечатление. Если до сего дня, может быть, не впал в блуд, но очень близок к падению в огненную прорву. Лекарство. Работать на серьёзной работе, на стройке или в деревне и помолчать хотя бы лет пять совершенно и отойти от этой среды и этих товарищей, не имеющих никакого отношения к христианскому миссионерству в Духе Святом. Напоминают молодых щенков, впервые вытащенных в лес на притравку ручного медведя. Через час половина из этих, повизгивающих от страха, будут с распоротыми брюшинами. Моим учеником он уже не сможет быть. Порча глубинная. Пусть Качёва идёт на недельку, и он может увидеть, во что он превратится в безбожество на семинарской лихой пыли, в пустозвонство с пересохшими губами в блудливой среде. Потревоженная затлая плесень, дымное надменение мира во всех посудинах на столе, вожделенные чужие обедки византийщины и ферапонтовщины. На меня как-то выявили однажды Калинина Александра, якобы воскресшего. Что-то случилось, он обмирал. И я ему с первой же встречи по скайпу сказал, никому больше не рассказывай по басёнке, иди работать. И когда он восстал в защиту царя Николая II по фильму «Матильда», вот сразу его там арестовали, то он оказался уже судимым за убийство и подделку документов. Ну, это как царь Иванов Дмитрия. НТО – это неопознанный тёмный объект. Хулиганство, драки. Но прихлопнули сами же патриархиные, породившие этих героев в кавычках, в их «божьей» воле. Они никого не могут направить ко Христу и не способны сделать единый шаг в сторону миссионерства. Они могут только стаей, кодлой, бросаться на любого, на кого укажут их преступные вдохновители. Юрий Соболев. Благодарю за разъяснение, Игнать Тихонович. Видел-видел с ним один раз. Буду знать. Игнатий Лапкин. Желательно, чтобы увидели это всё до строчек и до корочки. Не по моим словам. Юрий Соболев. Согласен. Ролик по ссылке уже посмотрел. Нужно понять, кто это. Но ваша оценка сегодня для меня очень важна. Юлия Суботина. Мир вам. Что делать, когда муж хуже любой бабы? В глазах ходит, лелеет, а другим говорит о тебе всё, что хочет. Я не знаю, как сказать, но очень плохими словами. Евтушенко Сергей. Значит, он неверующий. Нужно его привести к вере во Христа. Тогда он будет другим. Проповедуйте ему Слово Божие не только словами, но и делами. И молитесь о нём. Юлия Суботина. Он очень много врёт. И когда ему говорят об этом, то те люди для него враги. Сейчас он ездит по вахтам, и мне спокойно на душе, когда его нет рядом. Он врёт, он жадный, и любит только себя. И такого человека уже не исправишь. Евтушенко Сергей. Богу всё возможно. Слово Божие очищает. Юлия Суботина. Я много раз просила Господа, чтобы он вразумил его. В вербное воскресенье я у него попросила прощения. А он мне сказал, что он не собирается делать это так, ни в чём не виноват. Он не собирается делать это, так как ни в чём не виноват. У меня кончится терпение. Я просто однажды соберусь и уйду от него. Евтушенко Сергей. И что будет дальше? Вам сколько лет? Если один из супругов отпускает другого не по причине блуда, то он толкает его на прелюбодеяние. Матфея 5.32. Юлия Суботина. Мне почти 38. Я живу сейчас одна пару месяцев. Я сейчас живу, да. И нормально. Мне спокойно. Работа, дом. Дом, работа. Забот хватает. И об этом как-то не думаю. И очень хорошо, что я попал на ваш чат. Потому что в других только одно. Одно. Скажи, какой у тебя размер и тому подобное. Извините за откровенность. Евтушенко Сергей. Он вас убивает, бьёт, забирает деньги, не даёт молиться, не просыхает. Живите спокойно, молитесь о нём и благовествуйте мужу словом и делом. Это ваш крест. Муж не верующий, так вы его сделаете верующим. А уйдёте от него, что потом? Станет скучно, впадёте в грех и будете жить ещё с худшим, чем этот. Останетесь с ним и совесть ваша чиста перед Господом. Да, это тяжело, но Бог непосильной ношей не даёт никому. С верой подойдите к своей жизни. Юлия Субботина. Я подумаю. Ертушенко Сергей. Поговорите в скайпе с Игнатом Тихоновичем. Его скайп Игнатий 10. Для этого нужен микрофон и камера. Он ответит на ваши вопросы и может вдохновить на правильное решение во свете Библии. Игнатий Тихонович, не опасно ли раздавать людям на благовестие Красное Евангелие без толкования? Есть же опасность неправильного толкования. Мир вам. Всё верно вы мне говорили. Установка. Всё-таки, а я не такой. Все такие. А, все такие, а я не такой. Это как раз для меня. И плоть мою мне нужно смирять молитвой и постом, чтобы страсти не восставали. Извините за лишние вопросы. Слава Христу. Алексей М. Мир тебе. Прослушал твою беседу с Пятидесятником. Разнёс ты его. Всё же, как полезно знать писание. Евгений Трапко. Сегодня строгий пост. Кушать ничего нельзя. И завтра тоже до воскресенья. Верно? Евтушенко Сергей. Завтра можно без масла. Так как благовещение. А сегодня ничего вообще. Евгений Трапко. Сегодня нельзя совсем? Евтушенко Сергей. Да. Игнатий Лапкин. По возможности. Андрей Р. Благодарю. Давно смотрел. Благодарю, отец Игнатий, за заботу. Господи, дай силу укрепляться в вере Твоей. Да благословит Господь вас, Володю Никиту. На вашем Ютубе каждый день. Так что в курсе, что у вас происходит. Вячеслав П. Посмотрим вас всей семьей. Недавно просмотрено ряд роликов, где вы объездили всю Европу. Очень познавательно я плакал вместе с вами, когда вы приехали на место вашего духовного рождения. Переживал очень близко действия Духа Святого. Переживал, запятая. Переживал очень близко. Ну, считаешь, запятую, ты бросишь, смысл-то другой совсем. Приживал, так, очень близко действия Духа Святого. Когда можно к вам зайти? Слава Иисусу Христу! Отец Игнатий, вы, когда прислали ролик, я сразу прослушала очень хороший и поучительный. Так просто и легко вы доказали истину. А что дальше этот человек обратился ли или остался в секте? С Надеждой Эл тоже просмотрела вы, как два голубя учите Люба и наставляете, мне очень понравился. У меня только наоборот в семье. Слава Иисус Христу! Я вам вышлю ссылку, если есть желание у женщин в вашей общине, то распечатайте и распространите. Благодарю Бога за то, что вы у меня есть, любимый, ценный Отец Игнатий. Я восхищаюсь вашим способностям. Вы человек Божий. Как ехать на Газели и через всю Европу, это невозможно, но возможно Богу. Мадрид, Берлин, Рим и на Газели по всему миру нести Слово Христа. Аллилуйя! Очень впечатлили. Храни вас Бог. Куда можно пожертвовать на ваше служение? Есть карточка. Марина Хэ. Мир вам, Игнатий Тихонович. Сегодня на занятии вы говорили про увеличение поселения в Потеряевке. С трудом осмелилась спросить, могу ли я иметь надежду? Мой мир не полон был и так беспечен. Вокруг ходила важная встреча и голос слышала внутри «Открой глаза, уста сомкни». И ясен стал путеводитель и он небесный мой родитель. Без лишних слов душа кричит и сердце громко не молчит. Дороги все сплелись в черту, по ней двигаться хочу. Но вся душа оголена и мыс доступна для врага. Прошусь в семью, где славят Бога, нас не оставьте у порога. Игнатий Лапкин Вам не прижиться. Этой одинокой женщине с ребенка невозможно трудно. Замуж вам нельзя и не нужно. А вот если бы несколько таких с детьми, то можно было бы и поговорить, когда приедете. Андрей Александров Благодарю Вас Игнать Тихонович Хороший разговор получился с 50-ником Ваши ответы православный катехизис Высылайте еще ролики на Ваш выбор наиболее информативные и удавшиеся Трудно выбирать из 10473 видео Елена Просто на цитаты можно разобрать слова Игнать Тихонович в этом ролике Огромная благодарность ему за научение жен и мужей Слава Христу Три раза смотрели этот ролик Наталья Усатая Великая Пятница Феофан Затворник Гусейнов Рустам Хорошая пробовать о грехе злопамятства Роман Фроликов О необходимости благовествовать нам с вами всегда и везде несмотря на наши немощи духовные и телесные говорит Игнать Тихонович и подтверждает на деле парализованный во славу Христа и Ваш покорный слуга а также братья крестовозвиженской общины города Барнаула Владимир Пащенко Никита Колесников Василий Сергей Пупков Игорь Дубунов Сестры этой общины Мы не имеем извинения если мы не благовествуем Все наши страсти проверяются на их наличие или отсутствие только тогда когда мы благовествуем и призываем благовестию Сергей Агафонов сегодня видел по телевизору рекламу там продают библию за 2900 рублей а в ней ваши раскрашенные иллюстрации Густаво Доре только поярче сделали Голос за кадром сказал что их раскрашили вручную группа профессионалов Мне интересно спрашивали ли вас о возможности печати этих изображений или они плагиатничают Игнатий Лапкин Никто не спрашивал но мы только рады что кому-то от этого пользы укажите где эти картины посмотреть можно и сравнить Анастасия с праздником Сергей Игнатов Спаси Христос в этот трагический для Бога избранного народа Израиля день пятницу ожидавшего свою Мессию Христа как великого Царя Избавителя от Римского Владычества и узнавшего своего и не узнавшего своего Спасителя был распят на кресте Иисус Христос Сын Божий как опечалились апостолы и все люди принявшие его учения и Новый Завет и как злорадствовали отвергнувшие его божественное слово враги и невежественные люди поэтому наша Церковь установила суровый пост в этот скорбный день и ничего не празднует хотя мы все православные христиане осознаем величие подвига спасения погибшего во грехах человечества через принесение в жертву Богу его возлюбленного сына Аминь Анастасия «Да Сергей но солнце зашло уже суббота наступает праздник благовещения несмотря на то что суббота страстная и мы вспоминаем лежащего гроби Христа события возвещения о зачатии Мессии мы также отмечаем в памяти насколько я понимаю спаси Христос Наталья Усатая Отец Игнатий посмотрите вчера в моем мире прислал сообщение сват больной человек даже не смотрел мерзость я уверовал по Евангелию и в списке комара не нуждаюсь мой любимый ценный и дорогой Отец Игнатий то есть эти не успокаиваются вепри дикие нет не верующие совсем страстная неделя последняя а он еще не делает он рыскает где находит стал даже скрывать это ну что скажешь бешеное одержимое в дикой форме вот у нас что мой мир тут у меня сейчас что-то другое я оставил посмотреть тут надо еще ну и форум наш и видеоканал когда я обновляю смотрю тоже всякие пакости пишут люди ну не верующие но их притягивает наша тут есть что послушать и во свете Библии большой православный сайт и вот здесь самые ценные вопросы ответы и мы несколько вопросов ответов можем взять тема идет сейчас деньги два вопроса осталось папка уже закрыта будет вопрос 1591 6 том открытым оком какие места в Библии подтверждает обетование Господа воздать жертвующему материально во имя его в несколько крат больше ответ все места невозможно даже и перечесть Матфея 19 29 и всякий кто оставит домы или братьев или сестер или отца или мать или жену или детей или земли ради имени моего не земли а земли земли получит во сто крат и наследует жизнь вечную перефразируя слова апостола Павла о соотношении ценности жертвуемого телесного взамен получаемого сокровища духовного можем извлечь повод для расположения к жертвенности в пользу небесного 1 коринфянам 9 11 если мы посеяли в вас духовное велико ли то если пожнем у вас телесное вот у меня бывает что-то принесут там подают или помогают там я говорю ну как я рассчитаюсь о чем говорите да вы до нас тут во сколько крат больше дали то есть свидетельствуют филиппийцам 3.8 да и все почитаю четою ради превосходства познания христа иисуса господа моего для него я от всего отказался и все почитаю за ссор чтобы приобрести христа деяние 20 глава 35 стих во всем показал я вам что так трудясь надобно поддерживать слабых и памятовать слова господа иисуса ибо он сам сказал блажение давать нежели брать или нежели понимать второзаконие 15 глава 6 10 стих ибо господь бог твой благословит тебя как он говорил тебе и ты будешь давать взаймы многим народом а сам не будешь брать вот они банкиры откуда взаймы и господствовать будешь над многими народами а они над тобою не будут господствовать дай ему и взаймы дай ему сколько он просит и сколько ему нужно и когда будешь давать ему не должно скорбеть сердце твое ибо зато благословит тебя господь бог твой во всех делах твоих и во всем что будет делаться твоими руками что бы ни делал здесь на земле все это из тленного и готового отойти от нас и без нашего желания а взамен жертвенного взамен любви на 7 минутное мы получаем обещание что все это возвратится к нам в несравненно высшем вечном нетленном притча 19.17 благотворяющий бедному дает взаймы господу и он воздаст ему за благодеяние его притча 28.27 дающий нищему не обеднеет а кто закрывает глаза свои от него на том много проклятий второзаконие 15.11 ибо нищие всегда будут среди земли твоей потому я и повелеваю тебе отверзаю руку твою брату твоему бедному твоему и нищему твоему на земле твоей когда постигает неминучая беда и даже смертная тень окутывая человека какой он может дать выкуп тогда за душу свою но оказывается что есть неравнозначное воздаяние за милостыню которое сделано втайне она спасет от занесенного меча от пули снайпера псалом сороковой второй стих блажен кто помышляет о бедном и нищем в день бедствия избавит его господь сераха 3.30 вода угасит пламень огня и милостыня очистит грехи сераха 17.18 милостыня человека как печать у него и благодеяние человека сохранит он как зеницу ока нужно откладывать все время в запас то что предназначено на милостыню и конечно же не на пустое а на самое нужное на духовное для спасения ближних сераха 29.15 заключи в кладовых твоих милостыню и она избавит тебя от всякого несчастья 1.16 2 в первый день недели каждый из вас пусть отлагает у себя и сберегает сколько позволит ему состояние чтобы не делать сборов когда я приду отдаешь то что фактически дано нам на самое короткое время а получаем взамен бесконечно больше благословение божие и благословение для вечности сераха 40.15 стих благотворительность как рай полна благословений и милостыня пребывает вовек сераха 40.24 братья и покровители во время скорби но вернее тех и других спасает милостыня милостынью что из имения и не не жалеет нищего не отвращай лица твоего Тогда и от тебя не отвратится лице Божие. Ни Готовито 4 глава 8, 10 по 16 стих. Когда у тебя будет много, твори из того милостыню. И когда у тебя будет мало, не бойся творить милостыню и понемногу. Ибо милостыня избавляет от смерти и не попускает сойти во тьму. Милостыня есть богатый дар для всех, кто творит ее пред Всевышним. Давай алчащему от хлеба твоего и нагим от одежды твоих, от всего, в чем у тебя избыток, твори милостыню. И да не жалеет глаз твой, когда будешь творить милостыню. Тавито 12 глава 8 по 9 стих 11 стих. Доброе дело, молитва с постом и милостыню и справедливостью. Лучше малое со справедливостью, нежели многое с неправдою. Лучше творить милостыню, нежели собирать золото. Ибо милостыня от смерти избавляет и может очищать всякий грех. Творящие милостыни и дела правды будут долгоденствовать. Итак, дети, знайте, что делает милостыня и как спасает справедливость. Ударение что? Что это тут как сказуемое? Дети, знайте, что делает милостыня? Луки 11 глава 41 стих. Подавайте лучше милостыню из того, что у вас есть. Тогда все будет у вас чисто. Это вот надо разослать такой вопрос. Хороший. Конечно. Надо. Вопрос 3756, 25-й том, открытым оком. Как вы могли довериться незнакомым людям из какого-то общества собирать для них деньги? Ответ. Не из какого-то, а из библейского. И при том, не совсем уж они нам были незнакомы, потому что их директор приезжал к знакомому нашему брату Никите Санарову, директору магазина от Армандо, где есть отдел религиозной литературы. Барнаул, улица Никитина, 53, телефон 639387. И нам из Новосибирска привозили много псалтерий на русском языке и новых заветов. Все крупным шрифтом. Созвонились с Булатовым, А.В. Алексеем Владимировичем. Несколько раз. Недели всей общиной молились об этой встрече. И ни один человек из общины не насторожился, что мы обмануты. Мы не жалеем, что что-то пожертвовали. Только вот жертва наша так мала, а делают эти люди такое великое дело, до которого старообрядцы не смогли дотянуться за 350 лет. Притом во всем мире. Мы получали вот такое обращение. Матфея 24, 14. И проповедано будет сей Евангелие Царствия по всей Вселенной. Во свидетельство всем народам. Слава Иисусу Христу! Кавычки открыты. Здравствуйте. Прошло около двух месяцев с тех пор, как мы обратились с просьбой поддержать материально перевод Библии на алтайский язык. И несмотря на летнее время, 355 церквей и частных лиц уже приняли участие в этом начинании, пожертвовав 125 тысяч рублей на дело, которое показалось вам актуальным и верным. Этих денег будет достаточно, чтобы издать пробный тираж несколько переведенных книг, обеспечить современными компьютерами несколько переводчиков. Нескольких. Я узнал, что один из них все еще работает вручную. И поэтому приходится после завершения его работы нанимать людей, чтобы они набрали текст. Средств будет достаточно, чтобы провести выездной учебный семинар. Слава Богу! Мы искренне благодарим и за доверие, и за сотрудничество. Бог говорит на моем языке. Это такой очевидный факт для нас, русских. На нашем языке существует Библия. Представляет собой откровение для алтайца, якута, шорца. Когда к нам в офис библейского общества заходят нерусские жители нашей страны, тувинцы, буряты, алтайцы, то почти всегда спрашивают, нет ли у нас Библии на их языке. Причем делают они это очень деликатно, скромно. Кажется, что они чего-то при этом стесняются. Отвечая им, мы тоже испытываем неловкость, потому что у нас нет Библии ни на одном из этих языков. Они попросту еще не переведены. За прошедшие два месяца мне неоднократно приходилось говорить об этом проекте с верующими. И кто-то спрашивал, зачем делать перевод, если все алтайцы говорят и читают по-русски. Но при этом не соглашались. Но при этом все соглашались, что язык их сердца алтайский. И слово на родном языке легче проникает внутрь, достигая самых сокровенных глубин человеческого существа. Кто-то недоумевал относительно объема переводческой работы, казавшейся ему более простой. Кто-то говорил о летнем безденежье, о том, сколько средств потрачено церковью на летний лагерь и текущий ремонт церковного здания. И я ни в коем случае не собираюсь подвергать сомнению правильность использования кем-то собственных средств. Но давайте вспомним мою любимую притчу Иисуса Христа о потерянной овце. Кто из вас, имея сто овец и потеряв одну из них, не оставит девяносто девяти в пустыне и не пойдет за пропавшей, пока не найдет ее? Луки 15.4 Давайте подумаем, все ли мы сделали для того, чтобы потеряна овца нашлась. Давайте вместо неловкости перед этими людьми испытаем радость от того, что приблизим сроки выпуска Библии хотя бы на одном из многих сибирских языков. Вместе с этим письмом вы получите бланк почтового перевода. К сожалению, неоднократно приходилось слышать, что на почте по разным причинам отказываются посылать деньги. Если это станет препятствием, используйте любой банк, чтобы отправить собранные средства. Да благословит вас Господь! С уважением и молитвой Алексей Булатов. Еще раньше мы получали от них письмо. Я думаю, вам интересно будет узнать о новом начинании российского библейского общества. Оно состоит в том, чтобы снабдить сельские библиотеки Словом Божиим. В городах, больших и малых, и даже в районных центрах у людей есть возможность найти и прочитать Библию. Жители деревень такой возможности лишены. Им некому обратиться с вопросом. Священники наведываются к ним не так часто, как хотелось бы. Там не показывают религиозных телепрограмм. Но почти в каждой деревне есть библиотека. И она не пустует. Так вот, российское библейское общество решило сделать так, чтобы в каждой сельской библиотеке появилась Библия. Детская Библия в древнерусской традиции. И книга «Путешествия с апостолами». Поэтому, если вы знаете сельские библиотеки, в которых нет Библии, и куда вы могли бы поместить этот комплект, дайте нам знать, и мы вышлем его. У нас опять появились книги на церковно-славянском языке, Библия и Новый Завет. Постоянным спросом пользуется Новый Завет на аудиокассетах и Новый Завет на SD в формате MP3. Любые издания престарелых. Любимые издания престарелых. Святой Евангелие и Псалтырь с крупным шрифтом. Кавычки закрыты. Получили письмо. Кавычки открыты. Распространяйте весь дальше. Здравствуйте, братья и сестры. Спасибо за ваше желание поделиться своей верой с людьми. Мы получили от вашей общины пожертвования на перевод Библии для алтайцев. Внеся эти деньги, вы и ваши прихожане приблизили день выхода в свет Библии на алтайском языке. И потому от имени будущих читателей алтайцев благодарим вас за этот вклад. Спасибо за то, что понимаете необходимость этой работы. И что для вас важно, что другие должны иметь возможность прочитать об Иисусе на своем родном языке. О результатах этой работы мы вам обязательно сообщим. Мы ценим, что это служение объединило нас. Пусть Господь обильно и многократно благословит вас и ваших прихожан. С любовью в Господи Алексей Булатов. Директор СОРБО. 20.02.08 Бытие 4157 «И из всех стран приходили в Египет покупать хлеб у Иосифа, ибо голод усилился по всей земле». Книга Руфь 1, 1 глав 6 стих «И встала она со снохами своими и пошла обратно с полей Моавицких, ибо услышала на полях Моавицких, что Бог посетил народ свой и дал им хлеб». Хвала Творцу, хвала Ему и слава. Воспойте все хваления Ему. Прощает Он, ходившему лукаво, перед Ним в грехе народу своему. Опять в сердцах сияет веры пламень, при звуках труб и пении псалмов. Положен вновь краеугольный камень. Восстанет храм, как узник из оков. Конец слезам, изгнанники из Сиона, возрадуйтесь и возликуйте все. Воздвигнется в святыня Соломона, перед вами вновь во всей красе. Забытый скорбь, изгнание и обида поют хвалы священник и левит. И снова гимн, ликующий Давида, среди толпы молящихся звучит. Лишь плачут те о разоренном храме, кто знал его величие и было, и слышают поникшие главами, а не в тоске молитвенный псалом. Но тонет в море общих ликований, восторженном и шумном торжестве, бесследно звук истарческих рыданий, как облако в лазурной синеве о Чумина. Ольга Чумина. Такое стихотворение. Сколько у нас? Я не вижу где. 36 минут уже. Ну, все на этом на сегодня. Сегодня страшная суббота. Нужно подготовиться, отдохнуть, чтобы не дремать, потому что ночью все будет богослужение. И... ... ...